Здравствуйте, с Вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. Прежде всего хотел бы поблагодарить зрителей канала за внимание к нашим работам. Крайнее видео по катушкам показало несколько неожиданную популярность данной темы. Число подписчиков канала превысило 3000 и продолжает расти. Такая Ваша поддержка весьма важна и вдохновляет к выпуску новых работ. Сегодня начнем с ответа на предложение одного из зрителей по материалу предыдущего ролика, в котором мы исследовали катушки разных диаметров. Он предложил посмотреть, насколько линейно меняется индуктивность катушек в зависимости от их диаметра. Для начала приведем формулу из учебников физики, используемую для расчета однослойных катушек. Как мы можем заметить, индуктивность должна квадратично возрастать при увеличении диаметра катушки. Давайте проверим, насколько точно данная формула совпадает с результатами реальных измерений. Для этого применим высокоточный мостовой измеритель индуктивности MS5308. Установим частоту измерений равной 1 кГц. Проведем по 4 измерения параметров каждой катушки и усредним полученные значения. Построим график по полученным данным. Для сравнения добавим на график кривую, построенную путем подстановки значений для нашей катушки в аналитическую формулу, скорректировав масштаб так, чтобы конечные значения совпадали с экспериментальными. Такой подход позволит нам сравнить форму кривых. Мы можем обратить внимание на то, что хотя графики, зависимости индуктивности от диаметра каркаса в целом схожи, форма и экспериментальный кривой все же существенно отличаются от аналитической. Отметим, что таковые различия были обнаружены при использовании стандартного измерительного оборудования, а не собственноручно сделанных измерительных систем. Возвращаясь к вопросу зрителя, можно заключить, что на экспериментальном графике зависимости индуктивности от диаметра искомые нелинейности не прослеживаются. Завершая обсуждение данной темы, напомним, что помимо измерения индуктивности, наш измерительный прибор также способен определить добротность катушек. Давайте добавим на график кривую, отражающую зависимость добротности от диаметра катушки. И здесь мы обнаруживаем, что даже используя традиционные методы измерения, иногда можно наблюдать нечто удивительное. Кривая, показывающая зависимость добротности катушек от диаметра, демонстрирует наличие явных нелинейностей. Отметим, что график был построен с использованием данных, усредненных по результатам четырех измерений для каждой катушки, что способствует минимизации случайных отклонений измеряемых параметров. Таким образом, ответ на просьбу нашего зрителя оказался достаточно неоднозначным. Давайте перейдем к основной теме сегодняшнего видео. Сегодня мы продолжим говорить о катушках индуктивности. Задачей сегодняшнего исследования будет создание максимально полной картины, формируемых катушкой магнитных полей. Для изучения мы возьмем катушку диаметром 80 и длиной намотки 20 мм. Немного позже вы поймете причину такого выбора. Для начала снимем сканы наружной области изучаемой катушки. Начнем сканирование с плоскостью параллельной ее торцевой поверхности. Мы видим уже знакомую нам по предыдущему ролику картину. Средств напряженности, проведенный через центр катушки, только подтверждает предыдущее утверждение. Поскольку диаметр катушки велик по отношению к длине ее намотки, мы видим отчетливый провал значений напряженности в центральной части графика и достаточно хорошо выраженные области локальных тороидов, формирующих катушку витков. Следующим шагом рассмотрим, как распределяется напряженность поля катушки по мере удаления от ее поверхности. Если мы проведем горизонтальный срез по нижней части скана, то мы увидим тот же график, как мы только что демонстрировали. Однако при смещении линии среза вверх на величину сравнимую с шириной намотки катушки, вид кривой несколько изменится. Теперь мы наблюдаем более привычную куполообразную форму среза, характерную для ближней зоны катушек малых диаметров. То есть можно заключить, что чем больше отношение диаметра катушки к длине ее намотки, тем на большем расстоянии от торцевой поверхности кривая среза начинает приобретать привычную нам форму с одним куполообразным максимумом по центру. Теперь построим кривую вертикального среза, отражающего закон изменения напряженности магнитного поля с расстоянием от торцевой поверхности катушки. Мы видим, что сечение, проведенное вдоль оси катушки, аппроксимируется практически прямой линией. В то же время сечение по прямой, проведенной около внутреннего края катушки, демонстрирует существенное отклонение от линейной формы. Посмотрим на катушку со стороны ее экватора. Данный скан демонстрирует нам картину в целом аналогичную структуре поля экваториальной стороны постоянного магнита. Горизонтальный срез напряженности только подтверждает предыдущее утверждение. Теперь снимем скан в плоскости параллельной оси, постепенно удаляясь от боковой поверхности катушки. И снова увиденная картина выглядит аналогичной таковой, снятой с постоянного магнита. Это также подтверждает вертикальный срез значения напряженности, снятый у одного из торцов нашего соленоида. Теперь обрати внимание, на пожалуй самую таинственную часть катушки, ее внутреннюю полость. Известно, что подавляющая часть исследований сосредоточена на внешних аспектах магнитного поля катушек. В этом контексте очень интересно изучить распределение напряженности магнитного поля в данной малоизученной области. Возможно, теперь вам станет яснее, почему для исследований мы выбрали катушку с большим диаметром и сравнительно малой длиной намотки. Это было сделано для того, чтобы измерительный щуп сканера имел достаточно пространства для перемещения внутри полости катушки. Итак, мы готовы к основному эксперименту. Давайте начнем снимать данные. Вот так выглядит карта распределения напряженности, представленная в виде цветовых градаций. Как мы видим, нас ожидает сюрприз. Детали распределения станут более ясными на горизонтальном срезе напряженности. Согласно логике, в центре катушки должен находиться минимум напряженности, так как действия противоположных полюсов катушки там должны компенсировать друг друга. Однако мы наблюдаем максимум. Причем значение напряженности у внутренней поверхности витков катушки практически в два раза превышает значение в ее центре. Посмотрим, известна ли ученым аналитическая форма для расчета напряженности поля по внутренней полости катушек. Искусственный интеллект предложил воспользоваться эллиптическим интегралом по объему внутренней полости, а в качестве аргумента использовать формулу из закона Био-Савара-Лапласа. Кроме того, в учебнике физики от 1955 года нашлась формула и поясняющая картинка. На картинке мы видим вот такую форму распределения значений напряженности. Давайте попробуем разобраться. Прежде всего, стоит осознать смысл термина напряженность и его отличие от термина амплитуда. Упростим ситуацию и сведем это широкое понятие к физическому усилию. В детстве многие играли в перетягивание каната. Игроки со всей силы тянут концы каната в противоположные стороны. Предположим, что силы игроков строго равны. В результате канат будет неподвижен. Теперь, если скрыть от наблюдателя игроков, то можно будет подумать, что канат находится в покое. Однако мы с вами знаем, что канат испытывает достаточно большой усилий на разрыв от действия на него противоположно направленных сил. Материал каната будет испытывать значительную механическую напряженность. Однако, заметим, это сможем только тогда, когда значение напряженности превысит предел прочности материала каната и он порвется. Вернемся к нашей катушке. На рисунке показано сечение катушки плоскости. Полюса, формируемые катушкой поля, привязаны к крайним виткам, находящимся на торцевых поверхностях катушки. То есть, у катушки большого диаметра, непосредственно и близи от торцевой поверхности, график значений напряженности поля будет иметь вид тороида, опоясывающего крайние витки. При сканировании торца извне мы с вами видели верхнюю половинку этой формы. Боковой вид данной кривой мы видели на скане эквитериальной поверхности катушки. Исходя из этого, можно предположить, что на крайних витках катушки торует максимум напряженности, симметрично присутствует и на внутренней полости катушки. Очевидно, что объект, помещенный во внутренней полости катушки, на плоскости, расположенной строго посередине длины обмотки, будет испытывать равное по величине и противоположное по направлению воздействие от полюсов катушки. Некоторые могут утверждать, что действие полюсов компенсирует друг друга в данной области, что приводит к приравниванию напряженности поля к нулю. И формально такое мнение нельзя считать некорректным. Однако реальность оказывается несколько сложнее упрощенных представлений. Полюса катушки действуют на материал объекта в центре абсолютно независимо друг от друга. В результате происходит не компенсация воздействия в том смысле, что их сумма становится равной нулю, а скорее уравновешивание двух противоположных направленных сил, действующих на объект. Таким образом, объект будет находиться не в покое, а в состоянии напряженности, вызванном взаимодействием этих сил. Подчеркнем, что данная ситуация принципиально отличается от полного компенсирования и соответственно отсутствия какой-либо напряженности. Теперь давайте разберемся, почему же наш датчик показывает максимум в центральной зоне катушки. Для этого вспомним особенности принципа работы датчика кола. Дело в том, что датчик реагирует на напряженность магнитного поля с обоих сторон его рабочей пластины. Положительный сигнал на выходе датчика появляется как при приходе вектора южного полюса с южной стороны датчика, так и при приходе вектора северного полюса с другой стороны. Причем различить две данные ситуации, имея в распоряжении данные только с одного сенсора, не представляется возможным. Очевидно, что самый простой способ нивелировать данное неудобство – это разместить датчик так, чтобы его рабочий элемент все время был ориентирован к источнику поля только одной стороны. Однако в нашем случае описанное неудобство превращается в преимущество, позволяющее измерить именно значение напряженности, создаваемой разнонаправленным действиями полюсов, а не условный ноль, их как бы полностью скомпенсировано хвостить. Любопытно, что измеренная нами напряженность также имеет форму тороида, плотно охватывающего центральные витки катушки, тогда как в геометрическом центре на оси катушки значение напряженности оказывается существенно ниже. Давайте исследуем, как изменяется форма кривой напряженности по мере сдвига прямой среза от центра катушки вовне. Как мы уже видели, в середине катушки значение в центральной части кривой оказывается практически в два раза ниже, чем с краев, прилегающих к виткам обмотки. При сдвиге линии среза на уровне торцевой поверхности катушки центральная часть кривой утрачивает вогнутость и становится практически плоской. При дальнейшем удалении от центра катушки форма кривой приобретает обычную для катушек куполообразную форму с максимумом посередине. Изменим направление прямой среза на вертикальное, чтобы увидеть, как меняется напряженность поля катушки от расстояния. Срез, проведенный максимально близко к внутренней стороне обмотки, хорошо демонстрирует тот самый максимум напряженности около центральных витков катушки. Срез, проведенный по оси, также показывает максимум в центре, однако мы можем заметить, что его форма стала намного плавнее и его амплитуда также снизилась практически вдвое по сравнению со значениями, измеренными рядом с витками обмоток. Все вышеупомянутое можно было бы считать ошибкой измерений или неправильной интерпретацией результатов, если бы не одну но. На странице Википедии, посвященной соленоидам, на фоне сложных математических расчетов, мы можем найти любопытную иллюстрацию значений напряженности. Интересно отметить, что показанная на ней картина распределения значений практически совпадает с нашими данными, полученными в ходе эксперимента. Возможно, результаты наших измерений не так уж и ошибочны. В заключении хотел бы продемонстрировать еще один опыт. Изготовим тот самый длинный соленоид, упоминаемый в большинстве теоретических форм. Пусть это будет катушка длиной 70 и диаметром 6 мм. Расположим его горизонтально, подадим постоянный ток и снимем скан. Мы видим стандартное и уже много раз показанное в наших опытах пространственное распределение значений напряженности для подобных конструкций. Теперь давайте сделаем перпендикулярный срез с данного скана ровно посередине длины нашего соленоида. Там, где воздействие полюсов должно быть скомпенсировано на поверхности датчика, расположенного параллельно плоскости оси катушки. Посмотрим на график среза напряженности. Скажите, не напоминает ли вам данный график нечто, виденное раньше в наших опытах. Для тех, кто затрудняется с ответом, возьмем одиночный проводник диаметром 6 мм. Расположим его горизонтально, пропустим по нему точно такой же ток, как по нашему соленоиду и снимем скан. Теперь сделаем поперечный срез полученных данных и затем сравним полученный для проводника график среза с графиком, снятым посередине нашего длинного соленоида. Не правда ли наблюдается неплохое совпадение. То есть, получается, что если нивелирует влияние полюсных максимумов, то поле катушки плоскости перпендикулярной оси мало чем будет отличаться от поля проводника такого же диаметра. Показанные опыты еще раз демонстрируют нам, что структура полей такого казалось бы простого объекта, как катушка индуктивности, совсем не так проста. Согласно полученным результатом, поле во внутренней полости катушки весьма сильно отличается от однородного, как это описывают в учебниках. Вид в плоскости параллельной оси демонстрирует нам многоуровневость структуры поля катушки. Непараллельные оси, составляющие векторов полюсных максимумов, формируют сфероиды около торцов катушки и в большинстве случаев мы наблюдаем только их. Это объясняется тем, что величина поля в этих областях максимально. Однако если сместить диапазон сканирования в область малых значений, то станут различимы структуры следующего уровня. И на этом уровне катушка оказывается объектом аналогичным линейному проводнику такого же размера, формирующего поля совершенно иной топологической структуры. На примере катушек большого диаметра мы замечаем, что максимум амплитуды поля приходится не на геометрический центр цилиндра, а плотно прилегает к поверхности формирующих катушку витков, снова напоминая нам об индивидуальных полях проводников. На этом давайте завершим сегодняшнее видео. Подписывайтесь на наш канал, иначе рискуете пропустить следующие видео, а в нем мы продолжим раскрывать тайны таких казалось бы обычных катушек индуктивности. Надеюсь вам, уважаемые зрители, будет над чем задуматься. Благодарю вас за внимание. Встретимся в новых видео. С вами был Фантом.